Микс Ньюс Руководитель отдела проектов фонда интеграции общества Алда Себра и эксперт по вопросам межкультурного диалога Лесма Осо у нас сегодня в студии. Доброе утро. Доброе утро. Как я уже упомянула в начале, 1 марта был день нулевой дискриминации и в честь этого был проведен опрос с СКДС по заказу Латвийского фонда общественной интеграции. Ну вот и о его результатах поговорим мы сегодня. Каждый десятый не хочет иметь в семье и на работе русских с родственником латышом не готовы смириться 2% жителей. Ну и самое, я так понимаю, большое, наверное, потрясение и вопрос задуматься о приеме на работу был. Потому что именно в рабочей среде люди не готовы и как работодатели не готовы принимать, так и люди, которые работают, не хотят работать с кем-то не своего происхождения или как это назвать лучше, чтобы никого не обидеть и не дискриминировать. Расскажите о результатах. Да, доброе утро. Вообще-то, да. Я очень надеялась, когда мы ждали результатов этого опроса, что год за годом что-то будет меняться в лучшую сторону, что мы же живем уже в 2019 году, уже так много возможностей людям везде ехать, встречаться. И так разные национальности живут в нашей стране. Более 170 национальностей живут в Латвии. Это же очень много для такой маленькой страны. Но все равно, если так вы правы, более 60% латвийского населения не хотели бы работать вместе с представителями других этнических групп. Я не хотела бы говорить, только, например, вы говорили русский, так это многие, многие эти этнические группы. И ромы, и русские украинцы, и кавказцы. И сейчас тенденция люди из третьих стран, да, которые раньше такого процента не было высокого, сейчас уже мы говорим про представителей из Индии, из Китая, из Африки, из Пакистана. Ну, это, конечно, надо смотреть в контексте то, что происходит в мире, то, что происходит в Европе, да. Мы не можем говорить, что Латвия изолирована, только мы тут живем или любим, или не любим. Но это все-таки предрассудки. Люди, если ты говоришь, тебя спрашивают, ты хотел с ними жить вместе или работать, или там, чтобы он был сосед, или вошел в твою семью, тогда очень много негативных ответов. Но если спрашивается, как часто вы с ними встречаетесь, тогда вообще-то, ну, не так часто, потому что... Не испытывали вы там дискомфорт или... Да, потому что более латыши встречаются с латышами и русскими, русские более... Ну, мне не нравится термин русскоговорящий, это неправильно. Но те, которые ежедневно больше говорят на русском, тогда они больше встречаются с тем, которые говорят на русском языке, ну, и тоже с латышами. Но эти мысли люди озвучивают, но на практике так не получается, да? Они бы хотели бы работать только в одной... Только в этой группе людей, да? Ну, это же невозможно. Невозможно. Ну, конечно, потому что... Ну, мы же вместе тут живем, нам вместе надо работать, и... А что влияет на эти мысли? Посмотрим, например, на цифры немножко по-другому. То, что Алла говорила насчет латышеско-русской коммуникации, социальной дистанции, которая измерялась в вопросе, ну, более-менее нормально выглядит. Да. Последневная коммуникация, и тут уже, которая де-факто в обществе, она тоже отражается в вопросе. То есть, высокие цифры там видны. То есть, довольно-таки часто, часто это взаимодействие происходит. Кстати, об отраслях, если посмотреть на отрасль информационных технологий... Ну, язык общения один, да? Язык английский. Да. Например, возьмем Accenture. Очень много украинцев. Вообще-то, ну, мировая аудитория представлена. Ну, европейская и плюс люди с более экзотических стран тоже приезжают. То есть, де-факто, мы можем говорить, что желаемо, но этот комфорт в одной этничности, он, как Алда говорит, он невозможен. Ну, если вы работаете и выполняете обязанности, которые у вас написаны, ваших там, ну, служебные, да, а если вы проводите вместе время, то можно, наверное, поссориться о каких-то политических вопросах. Спасибо большое. Это прекрасный вопрос. Если посмотреть другие измерения толерантности, например. Люди говорят, что они очень толерантны, принимают более-менее. Ну, тут тоже 20% говорят, что никаких предвзятостей, предрассудков не имеют. И потом, если спросить людей, а у тебя есть вот друг, не знаю, украинской национальности, русской, польской, любой? Нет, вообще-то нет. И что интересно в этом вопросе, по-моему, 42% отмечают плохой опыт между, ну, то есть коммуникацией с цыганом или Рома, а потом на вопрос о встрече людей, был ли такой контакт, нет. То есть, да, предвзятость – это диагностатировано, ну, то есть предвзятость – предрассудки. Предрассудки и распределение довольно-таки равное, что меня в каком-то смысле горчает. Род человека, мужской или женский, не имеет никакого отношения. Даже несколько процентов мужчин более открыты, более, ну, приимчивы. То есть рижане, конечно, рижане, молодые люди более открыты. Из-за опыта, естественно, из-за опыта. Кстати, люди молодые, они не делают проблем. Ну, то есть у них более-менее такой открытый взгляд на жизнь, коммуникации на английском соцсетях. То есть как-то, да, вот, я думаю, Алда, вот… Алда расстроена этим, что столько времени прошло, 19-й год, но всё равно. Конечно, я расстроена, потому что… Так это, может, и хорошо, что люди говорят, что думают. Ну, это всегда хорошо, но мне кажется, что мы… Мне бы хотелось, чтобы мы были более открыты, потому что, да, 19-й год, так много возможностей у нас. Мы не можем думать одинаково. Ну, да, не одинаково, я не говорю о том, что надо думать одинаково, но надо было бы быть более открытыми, потому что, ну, да, мы живём вместе, мы едем, как я говорю, в Европу, в другие страны, да, мы встречаемся, да. Мы так много опыта с других стран перенимаем. Мы же тоже не смотрим, а этот, например, американец, нет, вот эту идею я не возьму, потому что он американец или он из Китая, да. Но в последневной жизни мы же это… Ну, хорошо, у нас, да, Настя. И вот в вопросе, да, тут, например, есть такое подразделение, как евреи, когда люди встречаются, начинают общаться, у них уже нет… Ты кто под паспортом? У него может быть там, да, например, идеальный латышский язык, и ты сразу не поймёшь, он русский, украинец, белорус, поляк, еврей, тем более тяжелее идентифицировать, да, так сразу, может быть, на первый взгляд и не понять. Да, но мне кажется, Лесма, может, мне тоже поможет, но вопрос о национальности – это всегда такой персональный вопрос. Личный вопрос. Личный вопрос. Когда мне спрашивают, кто я, ты сразу себя как-то идентифицируешь, кто ты, и тебя как бы… Я не сказала бы, что это какой-то бонус, но ты себя ощущаешь, потому что это то, что ты как бы изменить не можешь, да, и когда тебя спрашивают, ну да, я, например, латыш, я, например, русский, ну и какие твои отношения, и тогда, не дай бог, ещё история придёт, или соседи, с которыми ты рядом живёшь, это всегда такой очень чувствительный вопрос. А чувствительный, потому что люди трудно живут, потому что, вы смотрите, у нас же как бы нет конкуренции, да, как бы сейчас объясню, вот если есть одно место, да, работы, и если все на него хотят, да, то это не такая плохая конкуренция. Если много мест есть, да, тогда большой выбор куда, а если у тебя вот здесь, то ты как бы держишься за своё, и от других всё время отталкиваешься. У нас очень много вакансий в Латвии сейчас, у нас очень много надо тех, которые работают, и главное, это профессионализм, твои знания, не ты женщина, мужчина, старый, молодой, русский, латыш, еврей, это не имеет значения. Главное, как ты можешь сделать свою работу. Но люди уезжают. Конкуренция, эти места проигрывают в конкуренции с теми местами. Ну, это вы сравняете, мы говорим про Латвию, если там из других стран тоже уезжают, ну, приезжают обратно, например, последние данные об Эстонии. Очень много эстонцев, которые жили в Финляндии, приезжают обратно в Эстонию, так что и в Латвии тоже приезжают. Ну, а открытость это с чем связана? Что, ну, я как бы хотел бы здесь, но чтобы мне было в моём там культурном, культурном коде. Комфорт. 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 Только от этого. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы и писать нам в WhatsApp-е 230-6-1-9-1. Вот Марис затронул тему уезжают, приезжают, возвращаются у латвийского общества в целом. Я тут не разделяю там латышей русскоговорящих. Большой опыт именно за последние там, может быть, 10 лет, 15 лет. Сами ведь они тоже испытывают вот эту вот дискриминацию, возможно, где-то за границей, когда уезжают, а их достаточно много. Это и учёба, и работа. Потом возвращается вот этот опыт. Он никак к нам не осмысливается? Теряем людей, теряем очень ценные мозги. То есть это очень такой процесс, который горький процесс для государства, для развития государства. Почему теряем? Теряем не только из-за низких заработков, но теряем тоже из-за отношения в коллективе труда. Если на человека смотрят, как на человека, и с ним обращаются как с человеком, а не как с винтиком. Да. Эта проблема не решена сквозь, если смотрим сквозь рынок труда латышский. Но это проблема глобальная, конечно. Это человеческое отношение и то, что люди ищут тоже за границей. Опросы это, по-моему, с 2011 года уже показывают чисто человеческое отношение. Социальные гарантии, которые показывают это отношение и всё такое, которые у нас тоже неплохие. Как это изменить, как повернуть в другую сторону? Конечно, рецепта нет. Люди возвращаются. Возвращаются в основном из-за образования детей. Что интересно, что люди тут в Латвии критикуют образование. А те, которые уехали, не знаю, даже в такие, ну, не знаю, в Ирландии, например, они возвращаются именно из-за образования. Ну, чтобы дать культурный код, наверное. Культурный код, конечно. Опять-таки, возвращение в зону комфорта, родной язык и всё такое, которое очень важно для человека. Вот люди, которые возвращаются с этим опытом, их же там тоже могли как-то дискриминировать. Они не становятся терпимее? Становятся. Кстати, я тоже на своих курсах, когда мы говорим, ну, я просто смотрю на участников, которые имеют опыт работы, не знаю, опять-таки, в Германии, в Ирландии, в Скандинавии, они более, естественно, более терпимы. То есть это walking in somebody's shoes, когда ты чувствуешь, что, hey, да. Он на своё место поставит. Я тут чужой, я не всё понимаю, то есть я становлюсь неловким. Они возвращаются, они гораздо лучше понимают, например, людей, которые приезжают, и, я думаю, в вопросе, если такие люди, наверное, имеются, то есть ре-мигранты, они не из тех, которые не доверяют людям из других стран, в том числе тем, которые, ну, отличаются чисто визуально. Так что меняется отношение. Опыт – это главный критерий. Я могу о себе сказать. Это было 10 лет назад. Я сама работала в Германии в одном учреждении Евросоюза, полгода. И я вам скажу тоже, жила между немцами и скала латышей, с которыми я бы могла проведить время вечерами или по выходным, потому что немцы меня тоже не принимали, да. Хотя я говорю на немецком, да. Так что, конечно, когда я приехала обратно, то, как я принимаю тех людей, которые сюда приезжают, конечно, я понимаю, как они чувствуют. Так что не только мы тут как бы скрыты, не принимая, и в других странах. Я это слышала и в Англии, и в Ирландии, и в других странах. Это очень трудно внедриться в это. Но вы были более открыты к немцам, чем они к вам? Я пробовала, да. Но они очень так резервированы. Но это, конечно, есть другое. Я еще, когда я в университете училась, я полгода в Дании училась. А там люди, которые из разных стран. Это совсем другое, когда ты студент. Потому что вы все одинаковые, да. Вы все не дома, вы все в новом ситуации. А когда ты работаешь, весь день ты работаешь, вечером тебе говорят, что хорошего тебе вечера, и все по домам. А тебе надо искать. Так что, ну, это так нелегко. И, конечно, я стала более открытой. Я думаю, те, которые приезжают, конечно, обратно, например, наши люди, они, конечно, более открыты. Надевайте на ушки звонок. Примем. Доброе утро. Алло. Доброе утро, говорите. Я хотел узнать, какой состав вот национальной, скажем, организации вот этих уважаемых дам, которые... Где Алда и Лесма работают, да? Да, да, да. Как у них самих вот с этим. Есть ли у них в организациях люди, которые не говорят на алтышском языке? Да, есть ли у вас неграждане, да, вот эти чужие? Ну, я бы не сказала чужие. Это мне не нравится этот термин. Не, ну, если так перевести. Неграждан, я думаю, я не знаю, нет, но у нас люди, которые дома говорят на русском, да, есть. Пишет нам в WhatsApp. А у вас? Я сейчас работаю в Министерстве благосостояний, а коллектив в основном латышский. Но тут язык имеет место. Ну, то есть, главный критерий – это знание языка. Значение. Пишет нам в WhatsApp. Доброе утро. Чему удивляться? Читайте «При блуду Конституции». Латвия только для латышей. Другим здесь не рады и не ждут. Вот вам результат опроса. Я свободно говорю по-латышски, знаю культуру, но при выборе места работы отдаю предпочтение компании моей ментальной группы, иначе конфликтов не избежать. Написала нам Рысь. Ну, при блуду там нет. Додевайте наушники. Да, 6-7-212-93-9 и 6-7-213-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Лет 20 назад я шла мимо детской площадки. Несколько детей лет 6-7. К ним подходит мальчик. И эти дети, девочка из этой группы, ему говорят по-латышски, русские уходят сюда. Вы думаете, мальчик это забыл? А латыши, значит, жили в такой атмосфере дома, что они могли вот так относиться к русским. Спасибо. Да, но вот здесь мы уже... Это 20 лет назад было. Да, это уже мы говорим про двообщинное. 40-45 лет назад, будучи латышской, точно такой опыт, травму детства сама пережила. Так что, ну, спасибо большое за звонок. Это показывает, что не работает. Не работает ни в одну сторону, ни в другую сторону. Как бы бирки, ну, то есть, этические бирки, бирки, в смысле, ты чужой. Да, это, конечно, травмирует людей. Это никоим образом не помогает интеграции. Опять-таки, и как Алда говорила до этого, очень чувствительно люди принимают эту идентификацию, когда кто-то их вот обозначает. Вот ты такой. Потому что ты, ну, да, в смысле чужой. Но это построена вся политическая программа. Это наша, как бы, не ментальность. Мы как человек, если кто-то дотражит, есть такие, ну, лесом, как лектор лучше скажет, но такие, что ты, ты не можешь изменить с ней, ну, национальность ты не можешь. Если ты религия, если ты веришь, это тоже такие фундаментальные, которые тебе, если кто-то скажет, ты плохая, потому что ты латышка, конечно, это мне будет больно. Это просто происходит так. Ну, а в интеграции самое главное, это ее процесс интеграции. Мне очень нравится, о чем Марис начал говорить. То есть политическая программа, разделяющая. На этом стоят. Ну, не годится. Ну, она не годится. Она уже банкрот. Но я не понимаю людей, которые держатся на разделении, этнической, на любое разделение. И говорят, что они объединяют общество. Это просто смешно с точки зрения логики. Ну, там даже в видеологии не нужно объезжать. Нет, не думай, что работает. Работает на разъединение. Не работает на конфликт, не работает на сплочение. Сплочение ведь мы, я думаю, интеграция – это сплочение. Мне кажется, сейчас вообще подрастающее поколение, у них, в общем-то, нет этого вопроса. Кто-то русский, латыш, поляк. Потому что они растут, и кто-то, у них в какой-то момент, когда они подрастают уже, да, их принимают на работу, например, и спрашивают, ты кто? И в этот момент он, я другой, я разве чем-то отличаюсь. У него начинается вот эта вот самоидентификация, а до этого он жил прекрасно, со всеми коммуницировал. Разве, если он знает латышский язык, например, ему надо работать в государственном учреждении, да, никто не… у него есть образование, у него есть опыт, никто не спрашивает, не говорит, ты латышный, русский, это не имеет значения, и нельзя этому иметь значение. Нет, если что-то объединяет одно. Ну, а что объединяет? А ну что, объединяет там культура, там объединяет там спорт, объединяет гордость, объединяет там… Попадите на Игорь, например, Рижского «Динамо». Нет, нет, разделяет тоже. Что? Ну, то, нет, ну тоже есть, да. Это тут КГБ. Нет, просто… Нет, ну а вы довольны там руководством, да? А я не говорю о спорт, я о спорте говорю. Нет, там тоже… Там нет разницы. Керафликман, который столько сделал там для этого, там… Хорошо, что сделал. Да, ну поспрашивайте, что о нем думают, да, и как сместили. А я говорю о тех, которые на льду, я об этим говорю, о голове говорю. К опросу вернемся. Какие вот эти сферы, где больше всего эта дискриминация проявляется? Это вот если про работу конкретно говорить. Это государственное учреждение, это общепит? Знаете, мне надо сказать честно, так глубоко мы в этот раз не зашли, но главное, там были вопросы, с кем вы бы хотели работать вместе, с кем вы бы хотели жить рядом вместе, и если бы хотели, чтобы были члены вашей семьи. Но я думаю, очень много этих вопросов… Говорите, да. Ты знаете, но… В торговле. В торговле, да, там, там, потому что, ну, в такие сферы, где, ну, контакт с клиентом, и человек, вы говорите, ну, вот я хочу бы работать тут, но если я не знаю один или другой язык, тогда я не могу… Это всё вокруг языка, разве не вокруг того, что есть только там одна правда? Если вот Вейнис, например, показал, да, он сказал о том, что в депортациях принимали участие, и всё, и сразу, и это святое, это не трогать. У памятника свободы Мурница сказала об этом, вообще нельзя говорить, ну, как бы какая-то критика, это как бы неуместная, но тогда что? Тогда только так, тогда нужно говорить только галочками, да, это правильно, это неправильно, это неправильно. И здесь сразу появляется момент, что у тебя, ну, твое мнение, оно неправильное. Или оно громко прозвучало. Если где-то там, оно, за забором его кричат, ладно, но в этом месте нельзя. Если, если… А разве так не было в советское время, что тоже была одна правда, и все по кухням рассуждали обо всём? Конечно, конечно. И сейчас разве не так? Если государство демократическое, то, я думаю, начиная с семьи, с образования, очень важно развивать такое качество, как смелость. Смелость, откровение, говорить то, что ты думаешь, не, конечно, с рубежом, с границей, чтобы не обидеть другого человека. Но я вас перебью, а смелость – это не ненависть, которая этих хейтеров и так далее, если читаете комментарии, вот там прям было приблудой назвать, это же тоже такая, ну, не та смелость. Нет, нет, смелость, вот смелость, не последовать галкам о том, о чём вы говорите. Это критическое мышление, это критика. Кстати, аргументированная, рациональная критика и политиков. И, то есть, предложение политики, которая более гуманна. И, кстати, интеграции говоря, я уже, по-моему, пятый год уверена, что самая лучшая политика интеграции – это социальная политика, которая включает каждого человека, невзирая на идентичности, о которой мы говорим. Если человек чувствует себя хорошо, если он не ущемлён в каком-то смысле в государстве, то вот эта ненависть, она просто, ну, она может вылезти в некоторых случаях, в очень малом числе случаев, но нет у вас обосновы, то есть, ну, на мой взгляд. Алде, надо будет чуть раньше уйти, поэтому я по виртуальной бирже труда, вот в этот день нулевой дискриминации почти месяц назад была запущена вот эта вот виртуальная биржа труда. Расскажи, да, Настя. Ну да, да, это было интересно, потому что фонд интеграции, ну, да, много лет уже мы говорим об этих темах, у нас есть всякие кампании про толерантность и недискриминации, и в этом году, да, более мы смотрим на вопросы и этнической дискриминации, потому и этот опрос был, и, да, открыли биржу труда, ну, как так можно сказать, CV онлайн, где работодатели могут отмечать, что они без предрассудков и что каждый может, если он видит, что это по его специальности, он может отослать в CV, может получить, может быть, работу, и те, которые ищут работу, они видят, что есть этот знак, что, а, значит, ну, я чувствую себя лучше, что не будут смотреть на моё этническое происхождение. То, что сейчас я знаю, что уже более 20 предпринимателей уже в этой бирже, они можно с CV онлайн найти, с маркой от Вертиба-Вертиба, и процесс уже идёт, идёт. Я не могу сказать про результаты, потому что даже ещё месяц не прошёл, до 1 марта мы открыли, но я думаю, через месяц, 2-3 уже у нас будут результаты. Это крупные предприниматели или… Это разные, это разные, да. Алда, вы идёте, не знаю, можно говорить, нельзя, но вы сейчас идёте до встречи… Нет, не надо. Да, не надо? Просто мне интересно, что вы скажете. Нет, нет, тогда примем звонок, надевайте наушники. Звонки у нас по двум линиям. Нет, посмотрите. Доброе утро, что-то я не то нажала. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Нажали ещё хорошо и правильно. Ой, я всё испортил. Мы вас соединили с разных концов, вероятно. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Да. Вы знаете, вот слушал, вроде говорите вы всё правильно. Но вот есть такой определённый нюанс. У меня уже 47 лет, и я очень долго проработал в системе МВД. И, естественно, с коллегами общаемся и как-то делимся мнениями. Так вот, спросил, говорю, что у вас там сейчас происходит? Я говорю, да, разговорчик. А мне говорят, национализм появился. Да и такое, говорят, что вообще, хоть стой, хоть падай. Не говоря уже о том, что и компании разные, праздники отмечаем отдельно, даже в одном коллективе. Далее. Опять же, вопрос на национальной почве. То есть глобально, да, у нас как бы теперь уже не те времена, когда могут вот по национальному признаку какое-то делать ущемление. Но вот в банках, в полиции. Ты в спорте, конечно, не так видно, как уходить. Спасибо. 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 Я очень плохо слышала, так что если здесь услышал, лучше. Ну да, сейчас есть фраза, наши телефоны прослушивают. А разве это показатель? Ну очень как-то грустно слышать такое. Моё единственное объяснение, тут национализм вылез как выражение какого-то недовольства и фрустрации. А не разве заниженная самооценка? Если человек сам в себе уверен, если он в себе уверен... Это вместе, Мария. Это его не может обидеть. Конечно, он недоволен собой, недоволен ситуацией, и это вылезает как выражение. Ну на мой взгляд. Но это, конечно, одно объяснение. Ну вот здесь человек позвонил и сказал, что это усиливается. Ну не могу комментировать. Алексей пишет нам в WhatsApp. Доброе утро, мне 25 лет, опыта может ещё совсем мало, но какой есть, сам я русскоговорящий, как принято называть. Каждый день общаюсь с латышами, работал с ними, учился с ними и отдыхал тоже. Особой разницы в жизненных ценностях между нами нет. Всю эту волну русский и латыш поднимают политики, а так мы одинаковы. Был опыт общения с армянином, очень классные люди, только положительное воспоминание о них. Сам я белорус. И да, общение происходит как удобнее, когда на латышском языке, когда на русском. Да, нам нужно отпустить Алду. И удачи вам в этом секретном задании, которое вы сейчас сидите. Спасибо за понимание. Да, вы объясните всё, как можно делать. С нами Леса ещё остаётся, с ней мы продолжим разговор. И примем звонки. И примем звонки. Да, вот пока у меня комментарий к тому, что написал нам слушатель, вот это вот общение на другом языке, да, но чаще всего это латышский и русский говорят же, что иногда вот заходит человек, например, в латышский коллектив, и все почему-то переходят и говорят на латышском языке, или там вот дети, да, там приходят в латышскую группу несколько детей русскоговорящих, и все начинают говорить на русском или наоборот. Почему вот это происходит, на ваш взгляд, как вы думаете? Это только латышский и русский? Там, ну, конечно, конечно, это опять-таки такая устойчивая тенденция, что вот у латышей, и, кстати, культурная психология, тоже Луис, один из исследователей, показывает, что вот латыши вместе с людьми из Азии, более, Азия, я думаю, Вьетнам, Китай, Япония, они, ну, культурно более принадлежат к людям, к культурам, аккомодейтинг, то есть, которые как бы приспосабливаются, то есть, приспособления, это чисто интуитивное приспособление к другим культурам, и, наверное, культурная память сработает с детьми, ну, то есть, тоже одно, опять-таки, одно объяснение. Последствия не очень-то хорошие для самого латышского языка, потому что лингвистическое самосознание, это показывает довольно-таки низкое, если мы переходим автоматически на другой язык. Я человек счастливый, у меня был опыт межкультурной работы в, скажем, русско-украинской, еврейской среде, очень много, кстати, о себе узнала, какая я скучная, какой я бюрократ, эмоций не хватает, всё такое. Но что интересно, что со мной мои прекрасные коллеги других этнических принадлежностей говорили автоматически на латышском. Иногда вот какие-то шутки там на другом языке. Я, на мой взгляд, коммуникация на разных языках, code switching, то, что называется, или в Европейской комиссии предлагают термин plurilingvism, то есть, использование plurilingvism, то есть, много язычей в одной ситуации, языковой ситуации. Это означает, что, например, в образовании, если в школе, ну, опять-таки, моя сфера образования, если в школе дети, скажем, из, не знаю, Ирландии, Белоруссии, Молдовы, Польши в одном классе, они могут свои родные языки вместе с латышским использовать в этом процессе обучения, и как бы такой происходит перевод, ну, живой перевод. Вот на латышском языке это так, на моём родном так. То есть, такое мульти-плюри-лингвальное пространство, оно показывает, каков мир. Он ведь между, ну, то есть, многоязычный. Это язык не портят и один, и второй. Не получается, что мы делаем? Это эксперименты. Такие эксперименты, о которых я сейчас рассказываю, это во Франции, во Франции, в Ирландии происходит уже, по-моему, два года. Исследователи измеряют навыки языка, плюс комфорт, то есть, самих детей в этих ситуациях. Есть ли это, как бы, ну, конечно, можем фокусироваться на один язык и изучать там с разных сторон грамматика, коммуникация и всё такое, но реальность тоже показывает необходимость вот этого код-свитчейнга, то есть, перехода с языка на язык. Дети более, ну, нормально это воспринимают. Легко. Давайте приемзонки. У нас, да, много звонков. Доброе утро. Доброе утро. Я вот хотела согласиться с тем, кто в WhatsApp написал, с Алексеем. Я за свою жизнь ни разу не сталкивалась ни с какими проявлениями какого-то национализма в мою сторону. Мой родной язык русский, я в совершенстве владела латышским языком. И правильная мысль прозвучала, я думаю, что тех, кого обижают какие-то такие фразы из серии «Те крееви», я думаю, это какая-то внутренняя неуверенность. Я никогда бы это не отнесла к стебле, никогда бы это не отнесла с негативной точки зрения, но я знаю, что моя мама, которая не владеет, допустим, языком в совершенстве, она всегда это очень остро воспринимает, её это задевает. Поэтому я считаю, что это всё-таки немножко, каждому стоит обратить внимание на себя, и в ежедневной жизни я считаю, что у нас этой проблемы нет, и я не понимаю, почему это до сих пор муссируется. Мы все один народ, и, возможно, мне повезло, я сталкивалась только с адекватными, приятными людьми и любых национальностей, но я всем искренне желаю меньше замечать это и обращать на это внимание. Спасибо. Спасибо. Скажите что-нибудь. Ну, я уже, ну, я очень рада, что такие, такие, и разделяю, абсолютно разделяю. И, кстати, интересно, в межкультурных курсах, которые я провожу, люди вот молодого поколения, 20 плюс, между 20 и 30 годах, они говорят, у меня хорошие новости, и вроде этого звонка, конечно, проблем не делают молодые люди, а политики делают проблемы. Ну да, вот люди... Невисимые возраста. Люди не делают, но почему тогда голосуют за... Ну, у русских партий мало выбора, да, за кого голосовать. У латышской аудитории, ну, латышко-говорящей, да, гораздо большей, но коалиция все равно складывается с такой, с одной идеей. Чисто вот иррационально. Я думаю, рационального как бы такого в основании нету. Ну, включается, да, вы правы, включается вот это этическое голосование и в каком-то... Ну, разве это не какой-то реванш? Одним стят, одним за то, другие ждут, чтобы потом обратно, и это будет вот так вот вращаться в этом... Ну, это молодое покорение и надежда. Надежда, да. Надежда, конечно. Но это, да, согласна, пока это таким образом. Пишут нам в WhatsApp. Доброе утро, тема тяжелая. Найти правду будет трудно. Одни... Если стоя и разговаривают два латыша, один русский, то они будут говорить на русском. Но когда латыши вместе одни, то для оправдания своей плохой жизни они винят всех не латышей. К сожалению, у латышей имеется тупая гордость, лукавство и обида на все и всех. Я сам латыш, и мне неприятны выпадки маленьких людей, на ненавидящих других. Это еще долго будет тяжелым вопросом. Я очень надеюсь, что это меньшинство. Если смотрим... Ну, у вас работает читать комментарии в интернете. Я уже 10 лет не читаю. В силу психического здоровья. Но это меньшинство. Это горечь и это ненависть. Это все-таки меньшинство, которое это выражает. Это очень гадко, это очень некрасиво, это портит. Но это... Но люди-то, они же в этот момент фактами. Тот сказал так, этот сказал так, этот сделал так. Здесь. Это же легче покрасить забор. И все. И вот, да, он черный. Не хочу ничего увидеть. Давай еще... Надевайте наушники, да, звонков. У нас очень много сегодня. Боюсь, что все, может, не успеем принять. Но будем пытаться. Да, высказывайте. Доброе утро. Доброе утро. Я Анабаревшим. А вот насильственный перевод образования для русскоговорящих детей, помимо воли их, помимо воли их родителей, полностью на латышский язык. Спасибо. Это не есть дискриминация русскоговорящих детей, их родителей? Да, это вот было билингвальное образование, сейчас полностью латышское. Мы это тоже обсуждали с вами. Но это право получить свой культурный код такой, да, и дети во время образования, они легче получаются. Усваивают, усваивают, усваивают. Разве это не дискриминирует? Я свое мнение на конституционном суде уже в прошлой неделе выразила на этот счет. Да, я считаю, что обязательно начальная школа должна оставаться билингвальной. Она и пока остается. Если пока остается, ее необходимо сохранить. Ну, то есть билингвальной, на мой взгляд. Конечно, билингвальное образование – это ценность, терять глупо. Культурный код в семье плюс школа до 12 лет – это, ну, как бы чисто, я бы сказала, социолингвистическое право человека, то есть поддержка родного языка. Это разделяется, не знаю, педагогами во всем Евросоюзе, и я абсолютно за. Да, если человек учится на официальном государственном языке в средней школе, это окей, на мой взгляд, если он подготовлен. То есть, опять-таки, если это билингвальное образование, довольно-таки хорошо его на латышском языке подготовил. Очень много глюков, очень много проблем в реализации билингвального образования, и много детей не готовы чисто на латышском языке учиться. А люди… сейчас время, когда люди лидеров ищут, ну, даже антилидеров, да, вот постоянно говорят, там, Трамп, Трамп, Путин, сейчас Мэй. Меркель вот недавно тоже… у нас в Латвии есть такой лидер, который мог бы этот, как это, овраг между двумя общинами засыпать чем-то. Исплотить. Исплотить, да. Человек же все равно хочет мир, но при этом к миру не стремится, чтобы мир был по его правилам. И поэтому, и как бы, и мир не наступает. Затрудняюсь сейчас ответить. Конечно, из политической среды мне очень трудно сказать, который был бы готов на это, на эту миссию. Так что не хочется кого-то особо, опять-таки, разделять. То есть выделить. Да, затрудняюсь. Но спасибо за вопрос, буду думать. Вот про лидера и вот этот шаг, как господин Вейнис как раз-таки внес на прошлой неделе эти поправки в очередной раз по поводу неграждан. И вот в WhatsApp нам тоже слушатель пишет. Да, да, автоматически. Да, что пока в стране существует узаконенная дискриминация в виде категории неграждан, все разговоры об объединении не более, чем пустая болтовня. Что вы на этот счет думаете? Я уже в этой студии выразила свое отношение в прошлом году насчет статуса неграждан. Да, я, конечно, за поправки. И в нашем президенте я вижу огромный потенциал сплочений, если опять-таки эти два вопроса соединить. Но, конечно говоря, с людьми, русскоязычными людьми, моими друзьями, коллегами, то, конечно, это как бы пластырь. Только пластырь. Если только дети. Надевайте наушники. Еще один звонок примен, да, потом. У нас совсем нет. Доброе утро. Доброе утро. Вот у меня такой вопрос. Перед 16 марта господин Карин сказал следующую фразу. Я не дословно, но само суть. Героев не надо чествовать возле памятника «Свобода», а надо чествовать возле «Обстана», на кладбище. Если это герои, почему их садиться? А если это не герои, тогда зачем вообще вот это поднимать в такую шумиху делать и делать из девятих каких-то непонятных героев? Для чего вот этого они понимают? Спасибо. Спасибо. Насчет 16 марта. 16 марта, да. На мой взгляд, это ни в коем случае не государственный праздник и день памяти. То есть это, конечно, может быть день памяти людей, которые потеряли своих близких в легионе. То есть чисто персональные истории упомянуть. То же самое насчет 9 мая. Это семейная история, почитаемая в семье, но не государством. То есть мой взгляд. Спасибо. Эксперт по вопросу межкультурного диалога Лейс Моус была у нас в студии. До этого руководитель отдела проекта фонда интеграции общества Алда Себра. Тема, мне кажется, неиссякаемая, поэтому будем говорить на нее вновь и вновь. Спасибо, что пришли. Продолжение следует...